С праздником, дорогие братья и сестры всех вас! Сегодняшний праздник, он особенно чувствительный для каждого человека, потому что перед младенцем, беззащитным, хрупким, лежащим в яслях, никто не может устоять, чтобы не возрадовалось сердце, не вострепетало. Каждый человек, который рождается в этот мир, это новый рассвет, это новая бесконечная возможность человеческой жизни. А что говорить о Сыне Божьем, который стал Сыном Человеческим? Мы ведь не осознаем себя, когда приходим в этот мир. Мы не знаем себя, когда приходим в этот мир. Мы не знаем своего дня рождения. Нам только родители сказали о том, что мы родились в свое время, но мы ничего не знаем лично об этом дне. Но Господь, Он пришел не из небытия, как мы, как будто ни из откуда. Господь приходит из полноты бытия. Господь приходит для Него, по сути, в небытие. Он становится человеком, потому что Его бескрайние возможности, Его божества и человеческая ограниченность. Конечно, с одной стороны, мы знаем, что человек – это тварный, то есть сотворенный Бог. Но что мы знаем об этой тварности своего божества? Мы скорее знаем о том, что мы так немощны, так слабы в жизни. И что нам нужно что-то делать, какие-то упражнения, какую-то аскезу, для того, чтобы возрастать в физической силе, в интеллектуальной силе, в дисциплинарной. А Господь приходит из океана бытия и становится точкой, которая рождается в глубине Вифлеемской пещеры. Кто был в Вифлееме, тот знает. Мы заходим в базилику. Это единственная, по сути, базилика того времени, в смысле 4 века, которая сохранилась. Ее не разрушили сарацины, время. И когда мы попадаем внутрь этой базилики, мы попадаем в огромный храм. Но для того, чтобы войти в этот храм, нужно пройти маленькими дверями. Каждый человек, входя в храм рождественский, в Вифлееме, он должен наклонить свою голову. А потом он проходит к алтарю, и там, под алтарем, ему еще нужно спуститься по ступенькам под землю. Потому что там, под землей, находится пещера, в которой родился наш Спаситель. Он родился не в царских чертогах, не в каких-то палатах, а буквально под землей. Кто был в пещерах, тот знает. С одной стороны, в пещере есть что-то мистичное, таинственное, а с другой стороны, человек может испугаться под земельем. Давайте начнем с того, что, входя в торжество Рождества Христова, рождественской базилики, что в переводе «царский дом», мы должны пройти через эту маленькую дверь, склониться. Один из святых отцов говорит, «Священное Писание – это огромная базилика». И двери в эти тексты открыты абсолютно для каждого человека. И все видят эти открытые двери. Каждый может войти и постичь мысль Божию, потому что Господь ее открывает в словах своих. Но есть одна особенность этих дверей. Эти двери низкие. Это значит, что каждый, желающий войти в Божественное Откровение, он должен склониться, подобно тому, как склоняется каждый человек, который входит в базилику Рождества Христова. Склониться – это значит сделать поклон перед Господом, потому что Он Господь, а мы Его люди. Так подобает. Подобает кланяться детям, своим родителям, своим учителям. Это называется почитание. «Потому что родители, прежде чем мы начнем их почитать, они уже служат нам. Они служат нам, как могут служить слуги, для того, чтобы нас взрастить, для того, чтобы нас воспитать. А мы им за это бесконечно благодарны и кланяемся в их ноги. Если этого не происходит, то значит человек не может постичь Божественного Откровения. Раньше еще родителям целовали благословляющую руку. Сейчас это осталось только в Церкви, когда люди подходят под благословение к священнику. А раньше каждому отцу и матери целовали руку благословляющую, потому что эта благословляющая рука, она так много сделала для каждого из нас, чтобы мы стали людьми. Когда мы смотрим на эту убогую обстановку, ясли в пещере, мы задумываемся, почему так? Почему не иначе? Почему наш Господь такой бедный с точки зрения своего прихода в этот мир, да и вообще по жизни Он как-то прошел скромно? Ведь Он обладал огромными возможностями. Ведь для нас, кажется, быть славным – это себя возвышать. Но мы видим, Христос наш, Он от славы Своей Себя унизил и смирил. На греческом языке это звучит кенозис – самоумоление. Господь Себя самоумолил. Кто может постичь смысл и самоумоление, только тот, как говорит Иоанн Златоуст, кто способен свою душу очистить от греха, и вот тогда эта душа начинает улавливать свет. Помните, что такое леденящий грех? Там холодно. Помните, что такое мрак греха? Там темно. И вот Иоанн Златоуст говорит, что человек, когда очищает себя от греха, он начинает улавливать в пещере своей собственной души божественный свет. Для нас этот опыт практически неизвестен, потому что нас, гордыня, ведет по жизни. Обратите внимание еще на очень важную вещь. Господь рождается не только в пещере, в самом заколустном селении под названием Вифлеем, Бетлехем, то есть дом хлеб. Он еще рождается в царстве Ирода, а Ирод – это совершенно беспощадное существо. Его имя стало впоследствии нарицательным. Если кто-то хочет кого-то обвинить в жестокости, то говорят, «Ты как Ирод». А это на самом деле такая еврейская форма греческого имени – герой. То есть Ирод – это герой, но не наш герой, я надеюсь. Наш герой другой. Он возлежит в пещере беззащитно, скорее созерцает этот мир. Его сердечко такое маленькое, как мы знаем, у младенцев бывает. Но в этом маленьком сердечке все мы, братья и сестры. В этом сердечке весь мир, который Он сотворил. И Он держит этот мир и каждого из нас в своем маленьком сердечке для того, чтобы нас защитить и сохранить. Как это может так младенец защитить? Ведь он сам хрупкий. И тогда вспоминаются такие разные истории от реальных и заканчивая какими-то легендами, как жестокий человек, какой-то разбойник повстречал матерь, путешествующую с младенчиком. И когда Он увидел этого младенчика, его сердце смягчилось. Может быть, единственный раз за последние годы своей жизни, потому что оно не знало жалости это сердце разбойника. И вот когда Он посмотрел на личико этого малыша, его сердце смягчилось, Он обмяк. Он стал слабым, беззащитным и сказал, если Бог есть, то Он должен быть таким же прекрасным, как этот малыш. Это легенда о нашем Богомладенчике Христе, который с матерью шел Иосифом обручником в Египет. И там разбойник повстречал, который позже, как говорит легенда, будет распят на кресте, и он скажет, помяни меня, Господи, «Когда приидешь во Царствие Твое». Легенды это или быль, Бог только один знает, но это очень похоже на быль, потому что здесь так много правды. Мы знаем, когда же самые жестокие люди, когда видят детей, их сердце смягчается, они становятся добрее. А значит, на какое-то время война стихает в этом мире, потому что младенец побеждает злое сердце и останавливает карающую руку. Очень важно, братья и сестры, понять, что путь к мыслям Божьим, которые изложены, как я уже сказал, в Священном Писании, в Божественном Откровении, лежат через смирение. Тот человек, который пришел сегодня и тоже заглянул в этот маленький вертеп, который причастился к святых христовых тайн, а значит, он причастился к нашего сладчайшего Богомладенчика Христа. Каждый из нас может сказать в этот день «Не сладчайший Иисусе, а мой сладенький Иисусе», потому что он такой маленький. Как помните, мы поем «Иисусе сладчайший спасимя» в Акафисте. Потому что, когда он вошел в этот мир, то мир на это время и вообще в последующее время становится более сладким для человеческой души. Потому что горечь этого мира, которая в этом мире, она только потому, что люди забывают о Христе. Когда читаете Священное Писание, то постарайтесь в этот момент смиренно помолиться Иисусу сладчайшему. И он ваши мысли осветит. Вообще, наша душа, братья и сестры, задумана, как райский сад. Вот почему человек, который постится, он в это время старается всякие сорняки своей души искоренить. И вот, когда что-то попадает в нашу душу, то душа верующего человека противится. Нам сразу становится тяжело, невыносимо. Мы чувствуем, что-то попало, соринка какая-то, даже маленькая, она беспокоит нас. Потому что в раю не должно быть сорняков. В раю должны быть только хорошие райские растения. В раю должно быть только хорошее, доброе. И мы шли, как могли. Кто-то шел, как волхвы. Как помните, есть стихи у Иосифа Бродского «В Рождество мы все немножечко волхвы». Потому что волхвы это те люди, которые хотят сосредоточиться в этот момент больше на Боге, чем на себе. Конечно, часто традиции наши настолько нас делают эгоистичными. Иногда нам кажется, что в этот момент нужно ждать подарков. Но это не совсем верно и правильно. Потому что в первую очередь мы должны быть дарителями. Потому что волхвы это те, которые подарили. но они не просто подарили. Они возвращались одаренными нашим Господом. Но эти дары были уже духовные, другие. Они наполняли их внутренний мир. Их душа стала раем. И помните, как Евангелие говорит, что они уже не возвращались прежним путем, а возвращались новым путем к себе домой. И каждый, кто познал Христа, тот уже возвращается к себе, к своим занятиям, к своим друзьям, к своим родным лучше, добрее, светлее. И все это может сделать Богомладенчик Христос. Абсолютно перед каждым младенцем люди склоняются. Помните, когда появляется малыш, то он лежит на кроватке, а значит, все к нему подходят и кланяются невольно, перед чистотой, потому что в нем еще очень много светлого, чистого, потому что они, малыши, мы тоже ведь когда-то такими были. Я вспоминаю одного преподобного, который рассказал замечательную историю о своей жизни. Он говорит, я однажды понял, что если тебе бывает тоскливо, если ты бываешь совершенно в каком-то отчаянии, печали, то тогда достань свою детскую фотографию, где ты там совсем маленький такой, как ангелок. Закройся у себя в комнате, посмотри на этого малыша, может быть, даже стань на колени перед этой фотографией. Посмотри глазки, это ведь твои глазки, но они никогда еще не смотрели с вожделением и греховно, они не смотрели ни на что плохое, не завидовали. Этот чистый язычок ведь не говорил еще грубых и скверных слов, он никого не осуждал, а эти ушки слушали только мамину любовь, которая шептала какую-то молитву или добрые слова, благословения в это ушко и целовала это ушко. Вообще младенчик это такой, что его можно поцеловать везде, потому что он весь как ангел чистый. И задай себе вопрос, сейчас ты тот же, но в то же время ты что-то потерял, тебе кажется, что ты повзрослел, что ты стал умнее, но видишь, тогда, когда ты был маленький, тогда ты не отчаивался, не унывал, тебе не было плохо, хотя ты был не умным, ты был, может быть, глупым малышом, но ты игрался, ты был счастлив, а сейчас тебе плохо, потому что ты потерял что-то очень важное, ведь мы не говорим о младенце, что если он маленький, он не до человек, мы говорим он полноценный человек, просто в нем еще нет чего-то, но в нем есть много того, перед чем взрослые склоняются и умиляются, смотря на малыша, и вот так, когда ты посмотришь на эту фотографию, когда ты поразмышляешь, то ты поймешь, что ты павший ангел, что когда-то ты тоже мог летать, но ты сам обрезал себе крылья, ты сам себя сделал таким, каким ты есть, ты стал тяжелым, ты стал неотзывчивым, ты стал жестоким, и все это ты называешь своей взрослостью и своей мудростью, как это далеко от истины, особенно в этот день, когда все, даже животные пришли и склонились и своим дыханием согревали Иисуса Христа, Бога Младенца, пришедшего в этот мир ради каждого из нас, потому что мы чувствуем, как наше сердце отзывается к этому малышу, да и вообще к каждому малышу отзывается наше сердце. Дай Бог, чтобы все мы в этот день, несмотря на то, что внутри нас Иродово Царство, несмотря на то, что в нас внутри холодная пещера наше сердце, и вся наша душа это как Римская Империя с очень продуманными римскими дорогами, с мощным институтом власти, всевозможными инфраструктурами, кажется, все это должно работать как железный механизм, как Римская Империя, но там рождается беззащитный младенчик Христос. И вот только тогда эта пещера и эти холодные ясли начинают излучать свет, а до этого все это будет холодным панцирем. Представьте себе, что в какой-то момент моллюск будет развиваться внутри, а его скорлупа, в которой он находится, не будет расти, и она задушит его собственная скорлупа. Так же и мы часто, братья и сестры, задыхаемся внутри себя, потому что считаем Иродово Царство, Римскую Империю, уже самодостаточным состоянием своей жизни. Но оказывается, нам не хватает маленького блеска, стать маленьким ребенком, потому что каждый из нас, стоящий здесь, знает, мы взрослеем телом, стареем телом, покрываемся морщинами, наше тело становится очень дряблым, но внутри мы чувствуем несоответствие, как молоды мы, мы дети. Не будем же отказывать, хотя бы в этот день себе, в этом удовольствии, быть детьми, детьми чистыми, приветливыми, как эти дети, которые сегодня так прекрасно спели для нас калятки. Они трудились, они учили эти калятки, и их руководитель Катя потрудилась много, и вам было, я думаю, сегодня очень радостно и приятно, это сделало наш праздник больше, потому что видеть много улыбающихся, радующихся людей, это хорошо, особенно, когда причина для этого такая светлая и прекрасная. Всем вам от всего сердца, дорогие братья и сестры, желаю то благословение младенчика Христа, которое вы получили сегодня, принести домой, не расплескать это благословение, но если будете расплескивать, то расплескивайте так, чтобы всем тоже было радостно, кто вас увидел. Будьте приветливы, будьте внимательны ко всем, потому что каждого, кто приходит в нашу жизнь, посылает Господь наш Иисус Христос. Аминь. С праздником, братья и сестры. Христос рождается. Спасибо, Господи, всех вас. Христос 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 ПЕСНЯ 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 Нога слады, кричьи, 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 сладуи.